Как провели отпуск? Успели ли отдохнуть? Какие слова о твоих местах? Одна неделя в Сайперсе, с моей девушкой, а остальное время в Свеции. Просто расслабляем, работаем и готовим за сезон. Пара слов о переходе в СКА, когда поступило предложение, долго ли думали, может быть, с кем-то общались, кого-то знаете из шведов, которые сейчас в прошлом сезоне в СКА играли и сейчас. Вы можете рассказать о твоих трансферах в СКА? Как долго вы думали об этом? Может быть, с людьми, которые играют в СКА? Я слышал много хороших вещей в СКА. Это отличная город, отличная организация, отличные поселения. Я очень рада, чтобы быть здесь. Это большая возможность и один из лучших команд в Европе. Я слышал только хорошие вещи о организации и клубе, поэтому я очень рада, чтобы быть здесь. Я не знаю, что раньше Магнус и Магнусы. Я играл несколько национальных игроков с Магнусом в последней сезоне. Я думаю, это было в Кареллах Купе. Но я не знал о Дэвиде. Но это два очень хороших парня. Они помогают мне первые дни здесь в России. Мне кажется, что это очень хорошо, что я могу поговорить с двумя свежих парнями. Я счастлив, чтобы быть здесь. Уже успели что-то посмотреть в Петербурге. Что знали о городе до того, как приехали сюда? У тебя есть время, чтобы смотреть что-то в Санкт-Пи? А ты знаешь что-то о Санкт-Пи? Нет, я не знаю что-то о Санкт-Петербурге. Я слышал, что это очень хорошая город и город. Здесь много культуры. Хелбер меня привезли в ресторан. Тандора, я думаю. Индийский продукт. Очень вкусно. Я очень рад, чтобы попробовать ресторан. И быть в районе города. Это много культуры, как я уже говорил. Очень приятно, видеть старые здания и быть здесь. Считается, что в России традиционно такая тяжелая подсезонка. Вы готовы к тому, что придется в ближайшие две недели очень серьезно работать? Ты всегда сказал, что в России предсезон подготовка очень тяжелая. Вы готовы? Я никогда не делал это раньше. И это очень весело, чтобы увидеть, что это будет. Я пытался подготовить как можно. Санкт-Петербург был длинным, но я пытался быть в хорошем форме, как я могу. И мы увидим, как это будет. Но это будет весело, тяжело. И ты можешь бороться и работать каждый день. Да, сказ нового сезона перейдет на канадскую площадку. Насколько вам удобно играть на площадке североамериканского размера? И приходилось ли до этого больше играть на маленьких площадках, но все-таки на больших, например, на европейских. В новом сезоне Sky will be playing the Canadian size of the ice rink. Вы играли before? И как вы думаете, как это будет аттрактивно? Я играл два года в США с Питтсбург организацией, поэтому я был на маленьком ринге. И немного быстрее. Норс-соу-соу-соу-соу. Я думаю, это будет весело. Я играл на большом ринге. Но вы начинаете играть очень быстро. Я думаю, что это будет весело, чтобы смотреться. И, как я говорил, это будет маленькие районы, и более на-соу-соу-соу-соу. Я думаю, что это будет дать немного времени, но после тренировки и игроков, вы сможете узнать размеры ринга тоже.